69 героев Советского Союза и 15 полных кавалеров Ордена Славы. Уроженцы Чувашии – участники Великой Отечественной войны. В этом почетном списке значится имя Павла Порфирьева, уроженца Урмарского района. Рассказ о боевом пути героя в нашем сюжете. В раннем возрасте Павел Порфирьев остался без родителей и уже с 12 лет начал жить самостоятельно. В 1929 году получил права тракториста и стал работать в родной деревне. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии, принимал участие в войне с Финляндией. В 1940 году демобилизовался, но не прошло и года, как новая война вернула Порфирьева на фронт, вспоминает сын Анатолий. Первым важным сражением рядового Порфирьева была оборона Москвы. С 1942 года и до победы он сражался в составе 25-й танковой бригады в разведывательных группах. Сражение на Центральном фронте, 2-м Украинском, 3-м Белорусском, освобождение Белгорода, Харькова, Белоруссии, Литвы и Польши боевой путь получился длинным. Поистине геройскими поступками Порфирьева можно назвать неоднократные вылазки в составе разведгруппы в тыл врага и диверсионные акции, контратаковавшие и деморализовавшие противника. К 1944 году Павел Порфирьевич становится полным кавалером Ордена Славы. Закончил войну Павел Порфирьев в офицерском звании. В составе лучших воинов 2-го Белорусского фронта гвардии-младший лейтенант чеканил шаг на параде победы 24 июня 1945 года в Москве. Жизненный путь Павла Порфирьева отмечен не только боевыми наградами. В 1975 году Константин Симонов написал сценарий документальному фильму «Шел солдат», в эпизоде которого был запечатлен герой из Урмарского района. 20 января 1992 года Павла Порфирьева не стало. Со всеми воинскими почестями он похоронен на кладбище родной деревни Саруй. Его имя навсегда вписано в историю родного села, республики и страны. Александр Гаврилов, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика.